Здравствуйте, это Елена. Отвлеклась я на всякую ругань и не закончила последнее видео. Фед, Дэй, Новость. Я упоминала. Очень простой прием. Раз, два, три. Проще не бывает. Интересно понаблюдать вначале. Понаблюдать на любой новости, но лучше всего она работает на Фед, Дэй. Раз, два, три. Пример. Сначала толчок. Рынок подходит к 11.15. И в 11.15 новость. Цена резко идет толчком вверх. Очень быстро идет толчком вниз и потом продолжает идти вверх. Обычно позиционные торгаши вступают в игру здесь. Они ждут своего сигнала. Очень опасно входить здесь. Очень опасно пытаться поймать ботом, поймать дно. В любом месте здесь заработок обычно хороший. Раз, два, три. Второй пример. Не важно в какую сторону. Может и в ту, и в другую. Наоборот. Рынок подходит к новости. Это было 11.15 моего времени. 2.15. Нью-Йорк. Резко дергается вниз. Потом отскакивает вверх. Обычно первая нога бывает очень сильная. Потом отскакивает вверх. И последняя нога у нас называется лэг. И последняя идет обычное направление. Почему большинство игроков вступает в точки? Итак, раз, два, три. В точке номер три, потому что первый толчок дает представление, куда рынок пойдет вскоре после заявления. Раз, два, три. Итак, это было 28 числа. Это был Fat Day. 11.15. Объявление. Заявление. Сейчас вы смотрите на 15 минутку, и здесь почти ничего не видно. И 28-го был этот вариант. Он может быть таким, может быть таким. Если мы посмотрим на одну минутку, на которую я смотрела. 28-го числа. 11.15. Новость, которую я зевнула. Если вы помните, я была абсолютно спокойна. Мне не важно. Это новость. Первое. Толчок. Я всегда пропускаю. Второй толчок. Я беру часто. Третий толчок надо брать. И я, по-моему, говорила, что short. Надо смотреть short в этом месте. Раз, два, три. Так легко. А если мы посмотрим, что дальше случилось, так оно и произошло. Раз, два, и третье. Третье движение было самое большое. Так торгуется новость. Любая новость, которая может двинуть рынок в 8 утра, в 9 утра, в 9.30 в Нью-Йорк. Бывают самые разные новости. Если вы не знаете эти новости, вам надо делать домашнюю работу и найти календарь. Они на интернете есть везде. Многие новости двигают рынок так же. Поэтому понаблюдайте и начинайте торговать. Только аккуратно с одним контрактом. Для начала. Ну, пока. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok